На утро, встав пораньше, собираем вещи, мы ведь сегодня переезжаем, и держим путь в сторону поселка Рускеала, где находится одноименный горный парк. Дорога отличная, но после поселка Пряжа имеется небольшой извилистый участок, где очень мало доступных для обгона мест, и если встретится какой-нибудь тихоход, то придется плестись вместе с ним. Про дороги в Карелии хочу сказать, что это вообще отдельная тема. Разговаривая с местными, я так понял, что Карелии к юбилею республики были выделены немалые деньги, которые в том числе пошли на капитальную реконструкцию дорожной сети. Взрывами буквально были срезаны участки гор и холмов, и сейчас передвигаться на машине одно удовольствие. Я именно тут оценил прелесть круиз-контроля, зафиксировал скорость и наслаждаясь окружающими пейзажами. А посмотреть действительно есть на что, главное не отвлекаться от дороги. Вообще, природа тут очень похожа на Подмосковье, но проезжая вот такие участки, сразу понимаешь, что ты в Карелии. И в очередной раз возникает желание дать нагоняй тем графоманам, что своим творчеством загаживают придорожные скалы. Мне вот лично непонятно, для чего так нужно уродовать красоту. Что характерно, начали появляться названия населенных пунктов на местном языке, который кажется немножко необычным. Необычный Рау-Ту-Лахти. Вот, видишь все это? О, господи, какая красота! Да вообще, капец! Да, вернемся к нашей теме. А то уже прошло несколько минут ролика, а я так и не начал рассказывать про Рускеалу. Горный парк Рускеала расположен вблизи поселка Рускеала. В 30 километрах от города Сартовала, на берегу реки Тахмайоки. Парк считается одной из самых популярных достопримечательностей республики. Основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории, заполненный грунтовыми водами, бывший мраморный карьер. Да, хочу сразу предупредить, что само по себе посещение парка удовольствие не издешево. Точнее, есть и бюджетный вариант, 350 рублей с человека, позволяющий самостоятельно все изучить. Но все-таки лучше приобрести билет на экскурсию Дорога горных мастеров. Мы сделали это заранее по интернету. Стоимость билета 550 рублей с человека. Начало экскурсии у нас в 10.30. Да, мы как обычно стараемся приезжать пораньше на туристические объекты, дабы избежать лишнего столпотворения. Но максимум впечатлений можно получить, если приобрести билет на экскурсию Подземная Рускеала. А вот тут билеты уже нужно покупать в кассе, потому как через интернет можно купить максимум 2 билета на временный слот, а нас четверо. И если приехать чуть попозже, то билетов уже может и не быть. А вот если прибыть к открытию парка, то даже есть еще возможность выбора оптимального тайм-слота на экскурсию. Мы покупаем билеты на 12.00. Получается 1500 взрослых и 550 школьник. Выходит 400. И кроме того, я обещал детям за успешное окончание учебного года прокатиться на зиплайне над мраморным каньоном. А это еще 1200 человека. В итоге посещение парка обошлось нам в 8700. Да, я предупреждал, что это не дешевое удовольствие. И это учитывая, что мы не тратились на обед в кафе, потому как у путешественников со стажем перекусы термос с чаем у нас всегда с собой. Итак, экскурсия «Дорога горных мастеров». Длится она чуть более часа, но за это время вы узнаете много чего нового и интересного. История парка начинается в 17 веке, когда шведы, владевшие в то время этой землей, начали добывать здесь камень для строительства. Хотя нет, отмотаем еще назад. Все началось примерно 2 миллиарда лет назад, в результате длительного метаморфизма морских осадков и вулканических продуктов. В условиях высоких температур и давления, длившихся миллионы лет, горные породы сминались, перекручивались и смешивались. Так появился невероятно красивый русский альский мрамор, с удивительным рисунком серовато-цветных и черных прожилов. Во время последнего оледенения эти горные породы оказались на поверхности. И вот тут уже свою роль сыграли шведы, начав добывать породу. Но ценный камень их интересовал только как материал для получения извести. Разработки велись до завершения Северной войны, когда территория с каменоломнями стала русской. А вот практически в самом начале нам показали провал. Как он образовался, расскажу потом, а пока просто предлагаю полюбоваться видом. Кстати, эта местность на протяжении истории поочередно переходила то к русским, то к финнам, то к шведам. Со временем каменоломни ширились и углублялись. И в середине 18 века, когда территория находилась под властью Российской империи, тут началась опытная добыча мрамора, которая со временем переросла в полноценную разработку месторождения. Мрамором из русский альского месторождения украшено огромное количество исторических зданий. Его использовали для строительства Михайловского и мраморного дворцов в Санкт-Петербурге, Казанского и Исаакиевского соборов. Станции питерского метро Ладожская и Приморская. Первоначально разработки велись на горе Белый, мрамор которой имеет светло-серую и голубовато-серую окраску. Вплоть до 1840-х годов мрамор в русский аль добывался буровзрывным способом. А это требовало поистине титанических усилий. Вначале рабочие по краям размеченного блока делали широкие глубокие рвы. Для этого они использовали буры, которыми вручную с помощью молота выдалбливали скважины. Эти скважины потом забивали порохом и подрывали. Тогда блок откалывался от скалы и оседал на дно карьера. И затем уже к работе приступали камнетесы, которые придавали блокам нужную форму. Обработанный блок грузили на сани, и зимой по снегу, впрягая несколько десятков лошадей, тащили возле поселка Филюля, откуда в навигацию отправляли паллады Геневе в Санкт-Петербург. Впоследствии стал применяться так называемый итальянский способ с использованием станков канатного пиления, созданных в Италии, с помощью вот такого специального троса. В результате на спилах остаются вот такие характерные борозды, что отлично видно на стенах итальянского карьера. В центре карьера расположен жемчужный пруд. А почему так называется, не знаю, врать не буду. После итальянского карьера держим путь к большому мраморному каньону. По дороге справа имеется культурно-природный парк Калевала, вход туда оплачивается отдельно. Во время нашей поездки западный склон был недоступен для посещения, там велись работы по благоустройству, поэтому сразу идем к южной части. На этой стороне расположен лодочный причал, и желающие могут орендовать за 800 рублей в час лодку для прогулки по водоему. Мраморный каньон – это центральный объект всего комплекса. Он и самый большой, и самый старый. Представляет собой наполненную водой гигантскую чашу, глубиной в 50 метров, выдолуленную в твердой породе. Размеры каньона впечатляют – 450 метров в длину и 110 в ширину. Имеет площадь шести футбольных полей. В 1939 году работы в карьере были приостановлены. И после войны он был затоплен. Тут имеется три версии. Первая гласит, что карьер затопило грунтовыми водами в результате неудачной попытки возобновить добычу мрамора взрывным способом. Из-за взрывчатки был поврежден водоносный слой, и вода хлынула в карьер, образовав глубокое озеро с прозрачной водой. Согласно второй версии, карьер был затоплен финнами во время отступления, путем взрыва водонапорного горизонта. А третья, освещаемая официальными источниками, утверждает, что карьер был затоплен постепенно и естественным образом, после того, как работы в нем прекратились. А вот так он выглядел до затопления. Мы идем вдоль восточного склона, именно сюда, вытаскивали добытые блоки. Теперь, мне кажется, все-таки нужно рассказать о применяемых тут технологиях добычи мрамора. Давно пора. Мы уже видели карьер, где использовался буровзрывной способ. Видели итальянский карьер, где применялся итальянский способ. А с 1820 года активно стал использоваться шахтный способ добычи. Принцип тут был следующий. От вертикального шахтного ствола, после того, как обнаружили мраморный пласт, разводилась выработка в разные стороны. И далее по стволу шахты мрамор поднимался на поверхность, где грузился в вагонетки, и отправлялся на расположенный рядом завод. Где в печах, при температуре от 600 до 1200 градусов, производился обжиг мраморной породы. Таким образом, на выходе получали строительную известь вплоть до 1970 года. Вот, кстати, мы стоим как раз перед таким боковым ответвлением. Выработав один пласт, углублялись ниже по стволу. И затем опять расходились тоннелями в стороны. Тут главное соблюсти технические требования, выдержав минимальное расстояние между пластами. Точно не помню, но для Роскиала это было что-то около 12 метров. Если эти условия не выполнять, то мог случиться обвал, что мы и видели в начале ролика. Помните? В общем, к окончанию разработки, шахта представляла из себя некую головку сыра, изъеденную мышами. А знакомый нам итальянский карьер появился уже в 80-х годах прошлого века. Именно потому, что использование взрывов, скажем так, не совсем правильно, потому как банально образуются трещины в пластах. И как раз мрамором из итальянского карьера отделаны станции метро Приморска и Ладожская, северной столицы. А уже к концу 80-х годов 20-го века промышленная разработка мрамора в большинстве карьеров была практически закончена. Но вплоть до 2000-х годов здесь еще пытались брать блоки на памятники и реставрационные цели. Однако от этой идеи пришлось отказаться, потому что к тому времени карьеры были уже практически полностью затоплены. И к началу 2000-х годов вся территория пришла в запустение. А стены главного мраморного каньона представляли из себя уродство с граффити из разряда «Здесь был в Азии». К счастью, почти в это же время появилась идея создать тут туристический объект. Была разработана концепция развития этого места, которая и стала основой для дальнейшего создания парка. А вот что в итоге вышло, можно судить, посмотрев этот ролик. А вот тут отлично видно, что использование русско-альского мрамора для облицовки Исаакиевского собора оказалось не самой лучшей идеей. Потому как имеющий затейливый узор, идеально подходящий для внутренней отделки добываемой в этой шахте мрамор, совсем не подходил для наружной облицовки. И в итоге, в конце 19 века, в ходе реставрации собора, он был заменен мрамором Вардилио. Кстати, я не упомянул об одном, наверное, самом интересном способе добраться до парка. Это на русско-альском ретро-экспрессе. Он как раз прибыл, пойдемте посмотрим. Это уникальный состав, поскольку является единственным в России поездом регулярного сообщения на паровозной тяге. Курсирует он по маршруту Сартовала горный парк Русско-Ала. Расстояние в 40 километров он преодолевает примерно за час. И несмотря на то, что его скорость не превышает 60 километров в час, Гордон называется экспрессом. Но это тот случай, когда скорость вообще не имеет значения. Мы бы и сами с огромным удовольствием прокатились бы на нем. Мало того, у нас уже были куплены билеты, а машину мы планировали оставить Сартовали. Но подумав, мы поняли, что у него не совсем удачное для нас расписание. Прибывает он сюда в 11.40, а мы, сторонники, приезжать прямо к открытию туристического объекта. А обратно отправляется в 17.30, что также нас не устраивало. В общем, с сожалением пришлось дать билеты. Хотя этот старик очень хорош. Да, забыл сказать, что паровоз этот 41-го года выпуска. И сам по себе уже полноценная достопримечательность. Также следует отметить, что для того, чтобы вернуть его в строй, пришлось восстановить специальную платформу на станции Сартовала. Вернуть к жизни поворотный круг верного депо. И подвести специальные коммуникации для полноценного обслуживания паровоза и заправки водой его парового котла. В общем, будете в Карелии, обязательно прокатитесь. А нам пора бежать на следующую экскурсию. Подземная Рускеала. Экскурсия занимает около часа и проходит по штольням, где можно увидеть карьер изнутри. Кроме того, мы увидим изнутри провал, на который мы смотрели в начале ролика. В штольнях почти всегда постоянно температура плюс сель, поэтому нужно одеваться теплее, плюс надеваем головные уборы. Ну все. Всем, что мне было известно об этом месте, а все это и вам расскажут во время экскурсии, я поделился. Я специально все самое интересное хотел рассказать, пока мы гуляли по поверхности. Теперь замолкаю. Потому как подземная Рускеала, на мой взгляд, хороша своим безмолвием. Вот только музыку оставим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 За время небольшой прогулки вполне можно успеть и насладиться видом и сделать красивые фотографии ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово, да? А у девчонок еще впереди полет на зиплане над каньоном Побежали на вышку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возможно, сильный тормоз, либо касание в МАС. Это нескольким опасно. МАС, едешь, не доедешь, тебя сразу же вытянут. В полете одну руку можно отпустить, вторую руку. Все понятно? Да. Не знаю. Поехали. А, не знаю. Не знаю. Не знаю, не знаю, в Голландии. Поехали. Очень-легкий, очень-легкий. Группировались, слили ножки. Все, готова? Да. Поехали. Сильного. Пошли, следующим. У нас еще остались силы прогуляться до светлого озера. Только вот по дороге сделаем несколько фотографий. Очень уж тут места фотогеничные. А вот и озеро. А ее чем-то кормят. С фухариком, что за рыба? Не разобрались? На корюшку не похоже, нет? А как-то побольше. Побольше. Холодная вода, дети? Удивительно прозрачная вода. И, конечно, не 좋아요. Ну, наверное, пора возвращаться к машине, а по дороге назад сделаем еще несколько фотографий, во время экскурсии особенно не было возможности отвлекаться. В общей сложности мы провели в парке больше 6 часов, это почти целый рабочий день, и отсняли около 6 часов видео, не представляю даже как мне все это удастся запихнуть в один ролик. Снимали на две камеры, на две экшн камеры и на дрон. Да, потрясающее место, тут очень красиво и не удивляет, что возникает желание заснять все вокруг. А ведь впереди у нас еще самая ожидаемая часть нашего тура – Шхеры Лахденпохи, но об этом уже в следующих сериях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова